Привет, привет. Сегодня я приветствую всех зрителей на этом ASMR видео. Мы с вами сегодня будем заполнять вот этот альбом фотографиями. Прошу прощения, есть любой треский звук, я хочу подвинуть поближе стул. Все готово. Я долго тут придумала, как закрепить фотоаппарат, чтобы это все исправить, но вроде придумала. Надеюсь, что все получится. Итак, фотографии сейчас покостреним, чтобы можно было отыграть наш альбом. Здесь у меня ручки и такие фломастер цветные. Вернее, вот ручка и фломастер. Ой, прошу прощения, у меня поехал стол. Вроде все хорошо, когда все стоит. Привет. Меня зовут... Вот, серебристы напиши. Меня зовут... Конор. Я родился... 15 мая... 2019 года. Место моего рождения. Город... Королёв. Мой вес... 4... 100... 50... 50... Кром... Мой... Рост... 53... сантиметра. Так... Открываем. На самом деле этот фломастер он не просто черный, он немного блестит Но если честно, я вот сейчас написала и не вижу чтобы он блестил Может быть для этой бумаги такой эффект Мои первые фотографии Наверное тут много писать сейчас не буду Потому что не надо подумать что писатель Я честно говоря не согласен К счастью здесь у меня нарисованы те фото которые я выбирала Чтобы они здесь были И поэтому я сейчас не буду долго думать Я просто найду эти фотографии Вот это например сюда Это самые первые фото Вот это с процентой сюда Так 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 Сейчас мне догнаться под звук Пишите пожалуйста нравится ли вам Да Вы знаете я буду время от времени наверное вставать и проверять что фотоаппарат работает и записывает Потому что в прошлый раз он выдал ошибку, так вот это из первых фотографий, тут какие-то минутки, это по-моему то ли вечер первого дня жизни, то ли второго, ну второго, ну второго, то ли третьего, там уже эти. Надели, хорошие, вот это вот только родился, это примерно 2 часа от рождения, как раз мы после этих фотографий перерезали бубовину. Это неделя, я хорошо помню, что в инстаграм написала неделя жизни с двумя детей полет нормальный, а это ну примерно несколько дней после рождения. Так, я на секундочку проверю, все скрепит. Так, хорошо, вы меня видите, поехали. Тогда их прикреплять. Здесь очень странный формат, он 9х13 см, то есть я знаю, нет, он не 9х13 см, даже он меньше, там по-моему как-то 8х5 или 7х12 см, что-то такое, короче говоря, бывает вот 10х15 см, бывает вот 9х13 см, вот такой формат. Даже не печатают. Более того, даже вот такой, 9х13 см не печатают. Печатают только 10х15 см, и еще появился такой формат 10х10 см для инстаграма, поэтому приходится как-то подгонять. А, конечно, немножко пошире, но это не страшно на самом деле, приклеим все равно. Так, вот эту тоже надо обрезать. Поэтому я и печатала, собственно, с полями, чтобы можно было спокойно обрезать те, которые подходят в поля. В общем-то, надо обрезать фотографии, потому что иначе это только лучше сделать. Но вот так тоже ничего не подойдет. Теперь вот здесь я даже не знаю, какое обрезать. Вот такая прям малышок упирается, но я попробую его вот так вот поменьше сделать фото. Вот такая вот длинная фотография. Длинный малыш. Здесь весь медведь закроется, если я ищу полностью, ищу, и найду, и наедет. Поэтому я сейчас тоже помню. Моя голова все равно не жидко информативно. Кусок ватной обрежем. Это как ватная с ним лежала, только родился. Он родился дома стремительно. Ватная всегда лучше всего. Можно брать устойку души саморезненную. Кстати, я наступала на марафоне подготовки к роду. С этой историей там сольные домашние роды называются. То есть это те, кто рыжали дома, они без акушерки. У меня это получилось спонтанно. Но без акушерки спонтанно. Так-то я планировала дома, готовилась и так далее. Так, ну, кстати, оригинально он тут завершает. То есть либо надо вырезать под его ногу. Что, в принципе, как вариант. Но я не хочу заморачиваться. Потому что боюсь, что вот подачик так раз оклеивается. Но все равно, да, немножко завершают. Но они и тут завершают. Да, только, кстати, обратите внимание. Как-то, да, ощущение, что делала дизайнерка. Как-то это представляю себе. Ну, как будто бы на макете компьютерном будут вставляться фотографии. Тогда все прекрасно. А если мы настоящий клеем, то тут уже получается не совсем точно все. Они друг на другу завершают. Там какие-то элементы завершают. Стараюсь помазать хорошенько клеем. Вот я вот такой клей. Я таким не особо доверяю. Он для детей покупается. Потому что он такой нигде не накапывает и ничего. Младший его ест. Поэтому от него мы его заверяемся спрятать. Тут, что он очень быстро грызет. Вот этот вот мальчик. Которому сейчас уже года, два месяца. У меня здесь много красивых скотчей. С Алиэкспресса и из магазина фикс прайс. А это упаковочная такая у меня ракушка. Так. Вот много скотчей. Потому что я для верности еще хочу сверху скотчем прикреплять. Вот это как-то так будет. Что-то я скачу с темы на тему. Да. Короче, клеем вот иногда его детям конечно давать удобно. Но в его клеящих свойствах я малинчик сомневаюсь. Мне кажется, что то, что им не клеено все время. Улетает. Впрочем, эти скотчи тоже декоративные больше. Потому что я и не пробовала подарочные коробки заклеивать. Прям вокруг коробки пускала. Картонный. И он отклеивается, конечно. Пока эту коробку довезешь. Да. Получательница. Подарковая. Клеимница. Так. Здесь розовая с новыми точечками. И здесь тоже. Случайно, кстати, взяла просто на науками. Вот скотч розовенький с точечками. Смотрим, как здесь. Сейчас я его аккуратненько обрежу. Ой, здесь смотрите, какой яркий фуксия цвет. Он меня раньше невероятно бесил. В общем, потому что он был модный. В то время. Я расстрашивала это за годы. Сейчас я спокойно отдашусь просто. Интересно. Буду так, да. Меня прям это... Так. 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 Такой писем меньше, но тем не менее. Сейчас я спокойно отдашусь уже до документации. Цвет. У меня уши. Это все антично. Да. Гуляли на площадке с детьми. Девочка дошла. Спросила у вас это мальчик или девочка. Я говорю мальчик. Она такая, говорит оба чипы. Он в русовой. Он в точке. А у него... Единственная розовая часть это кофточка. Такая с капюшончиком с ушками. И она розовая не вся. Она серая. И вот с таким цветом. Ну то есть даже не сказать, что он прям девчач. Я покупала эту ямку тоже. Не дурочки. Ну вот. Я что-то так... Ну не сказать я торопела, но... Как-то растерялась. Надо было ей сказать что-то типа того, что... Что-что розовое. Какая разница-то. Мне понравилась такая. А я чуть такая... Ну у него же такая... Типа частично кофточка розовая. В общем. Затубила, как говорится. Так. Такую штучку давайте приклеим. Старбакс. Старбакс. Старбакс для новорождённого. Для мамы Старбаксы. И я себе заготовила к тем родам кузняшек. Чизкейк. Американский заказывал. Заморожен. Вот. Я когда родила уже... Ну чё-то да, всё стремительно было по этому. Но успели заранее так вот готовиться. Пока муж штучку укладывал, я уже родила. Так вот. И... Акушерки приехали. Я уже с малышом. Короче говоря, мы с акушерками перешли в комнату. Я мужку раскрыли чизкейки. Размораживайся. Были про них. О, поставил. Вот. И через некоторое время мы попили чайку с чизкейками. Воспоминаю первый род. И первый сестный родомовский борщик. Которого я ещё ждала. Потому что родила утром. Но пока в палату меня перевели. Уже завтрак прошёл. Не надо было ждать обеда. Я голодная. У меня с собой была... Пачка. Такие орехи, сухофрукты. Я их с собой в рот и брала. Чтобы подкрепляться. Но там не хотелось есть. Я значит... Эту пачку съела. Что-то мне было. Обычно мне вообще по барабану. Я могу так питаться чем угодно. А тут я прям хотела. Горячей. Вкусной такой еды. Елать сухофрукты. Мне как-то было так вот... Ну не очень хорошо. Не то что мне... Ох, да. Просто как-то... Неприятно. Не неприятно. Такое ощущение смазанное. Вот. Вот. И... Потом сказали. Вот обед. Там по палатам проходили. Приносили. На палату принесли. Значит обед обед. И там морщ. Вообще. Я вообще ненавижу. Даже самые вкусные. У меня муж там готовит. Или мама моя. Вкуснейшие щи. Я их терпеть не могу. Ну как бы я ем понятно. У меня нет такой еды, что я буду выплёвывать. Я говорю, что всё подряд могу есть. Просто я их не люблю. Любая другая еда мне как бы нравится больше, чем щи. Принесли щи. Много того, что это щи. Там они еще мерзкие такие. Ну представляете, больничная еда это как бы... Другое дело. И первое, что я сделала, это обливать этими щами. Дочку. Потому что я ее кормила, держала на коленках. Я вообще не спускала с рук там. Я плевающая минута. Слегка. И они были не горячие. То есть ничего. Ничего она даже не отвлеклась от своей еды. Но было смешно. Так. Эти водушки. Приклеим. Да. Хочу предупредить, что малыш этот сейчас спит. Поэтому дома тихо. И я спокойно занимаюсь этим делом. Но он может не проснуться. Попроситься в туалет. Вот. И нужно будет за ним укладывать. Поэтому я тогда завершу так быстренько. Надеюсь успею попрощать. Просто если что предупреждаю. Если видео прервется резко. Если видео прервется резко. Я все малышу. Ну. Вероятность такая есть. Так. Так. Здесь хочется тоже. Надо спит. Дюрить наклейку. Так. 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 Пациента она похожа на пирог. Токишь печенья а не пирог. Ахотток тоже странный. Так. Так. Что у нас тут есть церковь. Так. Может быть мороженое. Наклейки надо было побольше распробовать, но это у меня оставались, я заказывала как-то наклейки с Алиэкспресса всякие Я им еще оформляла еще, почему заказала, ведь еще за своей дочке старше его на один год А вот так сколько осталось Я тогда вообще бешеная была, альбом было 8 раз больше, как бы тексты какие-то бирки с первой одеждой Я думаю, чёрт расступил Я поспокойнее, альбом даже мне подарила подругу, я сама даже что-то не собрала, потому что не запросила Потом была там напечатана, потом не ходили что-то такое, так я проверяю Все пишется, но пишет, что осталось у нас 3 минутки От 20 минут съемки, поэтому я сейчас как-то постараюсь за эти 3 минутки подобрать вот эти фото Мы с вами на этом закончим Но я сразу начну снимать дальше Вот моя семья здесь, бабушка, малыша Дальше Моя мама, мой папа, так Моя мама Вот мой дом Вот, аль Вот моя мама Или вот этого моего папу У нас в принципе Ладно, там будет страница про папу Вот там Так Моя семья Это лучше с сестрой Должна быть фотография Порокая фотография Держи, 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 держи с ним в самом конце Нет, слушайте, я вообще ее не вижу Ничего часа Ничего часа У меня есть вот такая, если что Вы поправились, сестры Ну, я думаю, не точно Я не же знаю, какая это должна быть Там на таком белом фоне Так, проверяем время Нет, ее нету То ли я ее Правда, не добавила Печать Ну, очень хорошо, что вот это есть Сейчас мы То ли я Задумала поменять И сама об этом уже забыла Уже на печать отправляла Довольно давно Кстати, смотрю Тут половина не видно Вот так вроде видно Все Ребятушки, у меня остается минутка Сейчас мы с вами обрежем фотографии И будем на этом заканчивать И обратить ко второй части У меня нет программы, чтобы Обрабатывать видео Даже обрезать там Поэтому я снимаю все этот дублем И не буду склеивать Будет просто два ролика Мне кажется, 20 минут это хорошая форма Космосом другого Я нарезала Так вот, ничего Я тороплюсь Я думаю, что 20 минут это удобный Попад для АСМР Я сама смотрю такие рубрики А то еще побольше Так 10 минут по 12 минут 40 секунд 40 секунд 40 секунд И все фигня скотчем закроем Немножечко 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 Вот так До рождения Хорошего настроения И любви Удачи Счастья Пока-пока Пока-пока Пока-пока